Дорога А-33 Дорога А-33 В нынешнем году новых дорог с качественным покрытием в Казахстане будет на порядок больше. Дорожники планируют открыть движение по коридору Западной Европы-Западной Китай на дорогах из Астаны в Тимиртау, Алматы, Копчегай, Копчегай-Тауды-Курган. В рамках реализации государственной программы «Нурлужок» ведется активное строительство автомобильной дороги Бене-Артал протяженных 470 километров. В рамках реализуется 11 проектов, финансирование которых предусмотрено с республиканского бюджета, нацфонда и привлечение международных финансовых институтов займов. Это такие проекты, как Астана-Павлодар, Кокштал-Петропавловск, Павлодар-Колбатал, Копчегай-Тауды-Курган, участки дорог проекта Западная Европа-Западная Китай направлений, Алматы-Харгос, Ташкент-Шимкент, Шимкент-Граница Жамбульской области, Уральск-Каменка, Ахтубе-Атрал, Бене-Ахтал и обход Хордай. Ахтаву-Бенеу тоже в списке дорог, движение по которым уже не будет сопряжено с риском для жизни. Реконструкцию частично профинансировал Азиатский банк развития. Участок Ахтав-Шитпе общая стоимость контрактов 170 миллионов долларов, протяженность 170 километров. Мы осуществляем выезды, осмотры участков дороги. Пока на данный момент качество удовлетворительное. В соответствии с соглашением есть инженер по контролю за строительством. Общая глобальная цель – увеличение транспортного соединения регионов, связь с другими государствами. Оба направления – часть транспортных коридоров, которые соединят регионы и страны. По дороге из Актау пойдут и автопоезда, пришедшие в Казахстан морем. Еще совсем недавно представить, что к порту Актау будут выстраиваться очереди из судов, вряд ли было возможно. Сегодня это уже реальность. И в порту делают максимум, чтобы дальнобойщики не испытывали неудобств. Принцип одного окна у нас осуществляется с марта месяца этого года. Непосредственно, когда водители прибывали, они выгружали машину, дальше оформлением они занимались самостоятельно. Сейчас, получается, по принципу одного окна оформление всеми документами осуществляет порт Актау круглосуточно. И непосредственно, все задействованные контрольные органы тоже работают в круглосуточном режиме. Также на территории порта Актау работает Казпочта круглосуточно, которая осуществляет обмен валют, платежи и все прочие операции. По принципу одного окна водителей, то есть задействован только при выгрузке машин и при досмотре машин. Далее они в зале ожидания ожидают документы. В это время параллельно наши сотрудники оформляют документы, декорации и все прочие согласования с контрольными органами и вручают по мере готовности водителям. Водитель дальше идет к Казпочту, оплачивает наши сборы и услуги и выезжает с территории порта. Увеличившаяся скорость обработки большегрузов в морском порту предполагает и скорейшую их доставку по суши. Турецкая компания занимается строительством дороги Актау-Щитпе-Жетбай. Протяженность километров 170 километров, из них первый контракт, вторая категория составляет 85 километров, первая категория это 69 километров дороги. На сегодняшний день выполнено по первому контракту 82%, по второму контракту выполнено 72% работы. Что позволяет эта дорога для Казахстана? Груз, который идет с восточного Казахстана, с других стран, с России, с Ирана, они должны проходить через эту дорогу в Центральную Азию. После того, как дорога из Актау в Бейнео будет завершена, это собственно и произойдет. Пока же дорожные строители наносят последние штрихи. Идет укладка нижнего слоя покрытия из крупнозернистого полистого асфальтобетона. Укладка асфальтобетона идет минимальной температурой, минимум при укладке 120 градусов. Проверяем температуру асфальтобетонной смеси, а также его геометрические параметры, ширина, толщина. После завершения укладки мы отбираем керны, определяем уложенного асфальтобетона, его водонощение, коэффициент уплотнения. А также физико-механические свойства асфальтобетонной смеси в лаборатории. Требования к материалу, к слову, при строительстве такой дороги самые высокие. Он должен выдерживать температуру, не гнуться, не ломаться, не трескаться. Ну, просто представьте, какими могут быть последствия, если на огромной скорости машина влетит пусть даже в небольшую ямку. Наша лаборатория имеет все нужные приборы, они все приборы аттестованы, имеет сертификат о поверке. Все материалы, которые прошли у нас по всем требованиям, используются, разрешаются нами для использования для автомобильных дорог. Все участки, которые мы принимаем непосредственно на участках на дороге, если он не соответствует по уплотнению, мы не разрешаем дополнительно укладывать следующий слой. Это может быть постелающий слой, также щебеночный песчаный слой, также асфальт и пористый, высокопористый асфальт. Поэтому все, что проводится, все работы, которые проводятся здесь, на самой дороге, контроль качества ведется в нашей лаборатории. Касательно материалов, весь материал, который используется на дорогу, это битум, это щебень, это песок, касательно бетона, допустим, это все требования, которые нужны по этим материалам, они все материалы сертифицированы. Без сертификата мы ни один материал не используем. Соответственно, мы отвечаем за качество нашей дороги. Большая часть материалов, 85% из которых строят дорогу, казахстанская. Битум, цемен, железобетонные изделия тоже сделаны в нашей стране. Строят дорогу в большинстве казахстанцы, 2400 человек. Иностранного персонала минимум 59 специалистов. В Ахтау есть производство битума, Каспий битум, где мы на сегодняшний день берем около 40 тысяч тонн битума. Цемент тоже местный, Каспий, цемент здесь около 4,5 тысячи. Мы уже используем цемент местного происхождения. 85% содержания на данный момент здесь. После завершения работы вот так будет выглядеть двухуровневый мост в районе Жетбай, который соединяет Ахтау, Жанавузен, Фрук, Щетпе. Полностью использовали материал щебня из Шетпе, из своей карьеры. Битум купили из Каспий семент. Остальные материалы, могу сказать, где-то 95% все было местный материал из Казахстана. Техника у нас в Казахстане где-то около 2000 единиц техника. Все были, это наша техника. Всего до 2019 года в стране реализуют 16 автодорожных проектов. В 2016 на них выделено почти 330 миллиардов тенге. И уложить на сегодня удалось уже 756 километров асфальта и цемента бетонного покрытия. Где-то при строительстве используют инновационный битум с автомобилистом. Он, конечно, не разговаривает, но молча на протяжении долгих лет способен выносить немаленькие нагрузки. Упрощают процесс строительства и шпунтовые панели, и геотекстиль надежные помощники дорожного строителя. Каждая инновация – это еще одно доброе слово от водителей, чьи транспортные средства несутся по автобанам. Ну а то, насколько долго хорошее покрытие будет лежать на трассе, зависит и от дорожников, постеливших полотно, и от дорожников, которые его содержат. И от вас, водителей, конечно, тоже в немало степени зависит. Есть среди некоторых водителей, особенно большегрузных фур, любители завысить допустимую нагрузку. Но, впрочем, таких все меньше. А культурных, бережно относящихся и к дорожному покрытию, и к созданной вокруг инфраструктуре все больше. Ну а долгий путь приятно скоротать с хорошим попутчиком. И вполне возможно, что одним из таких станет наша программа, с которой вам по-прежнему по пути.